Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как отпустить человека, если я считаю его родственной душой? У меня нет интереса, его хватает на один-три дня и всё к другим парням, потому что они не похожи на него по общению, энергетике, и не чувствую комфорта с ним. Но, смотрите, здесь, пожалуй, стоит сказать о нескольких вещах. Первое, это то, что вам, вот, ну, чтобы отпустить, именно отпустить человека. Нужно, во-первых, вообще-то говоря, увидеть, что именно вы будете отпускать. То есть, пока, вообще говоря, не совсем понятно, что именно вы будете отпускать. Потому что речь идёт о привязанности, речь идёт о потребности, речь идёт о ценности вашей, например. То есть, ну, вот мы можем говорить, да, о чём? Мы можем говорить о том, что, ну, как-то вот, что для вас, например, ну, довольно важно, допустим, у кого-то считать родственной душой. И вы верите в родственную душу, ну, в принципе, верите в неё, считаете, что, что это существует, считаете, что родственная душа там, не знаю, бывает и так далее. Это один момент. То есть, если вы именно считаете человека родственной душой, вот, то, ну, само собой, что отпустить вам его будет сложно. Потому что, как отпустить того, кого вы считаете родственной душой? Вот. Это первый. Второй момент. То, что вы общаетесь на данный момент с, ну, с мужчинами, да, как будто бы потому что вам, ну, условно говоря, там, хочется что-то, ну, что-то от них получить. То есть, вы сейчас от мужчин, от людей, с которыми вы общаетесь, вы сейчас от них что-то получаете. Вы получаете от них, я не знаю, какую-то подпитку, да, какую-то вот энергетику, какой-то комфорт и так далее. То есть, у вас, у самой, да, этого как бы нет. То есть, вы сами этого получить не можете. Сами. Ну, то есть, соответственно, ну, тяготеете вот к этим аспектам. Ну, по факту. Вот. Соответственно, пока, пока вы в этом нуждаетесь, нуждаетесь, пока у вас есть нуждаемость, вы не отпустите. То есть, отпустить в вашем случае означает, наверное, увидеть, что я хочу, увидеть, что мне нужно, и как-то вот по-другому, по-другому это реализовать, по-другому это удовлетворить. То есть, в вашем случае, ну, наверное, вот, такой расклад был бы самым правильным. Вот. Все-таки, ну, более свободно общаться с людьми, не искать в людях какую-то, знаете, потребность, не стремиться удовлетворить через людей какую-то потребность свою. Потребность, например, в комфорте, да, потребность в энергетике и так далее. Сейчас вам, ну, конечно, сложнее, потому что вы испытываете, потребность в этом, вы испытываете нуждаемость в этом, вы тяготеете к этому и, естественно, вы будете испытывать сложности в том, чтобы человека отпустить, естественно, само собой. вот. То есть, ну, тут как бы по-другому-то и быть не может, в принципе. Вот. Поэтому я бы сказал, что то, что вы испытываете, это вполне нормально и нормально то, что вам сложно человека отпустить. Задача заключается в том, чтобы вообще говоря определиться с ценностями вашими, вот, с приоритетами вашими, ну, вашими. Вот. Задача заключается в том, чтобы определить, что вообще такое родственное душа. Вот. И как бы и как получается, что она, это родственная душа, она, ну, существует. Да? То есть, как и могло, так получается, что она есть. Как так получается? Ну, что выкладывается в это понятие, в понятие родственной души. Ну, вот. потому что это звучит, ну, звучит как, знаете, как некоторая такая аффирмация, то есть, убеждение. Вот. И дальше учиться воспринимать людей все-таки, ну, наверное, как личности, как индивидуальности, а не как вот кого-то, кто мог бы вам, ну, как-то, знаете, заместить, заменить вот ну, ваши потребности, да, как бы. То есть, вот, такой момент тоже довольно-таки, ну, довольно-таки важен. Получается, здесь в этом контексте, да, ну, контекст слова, что мы сейчас говорим. Вот. Поэтому какая-то вот такая история здесь, какой-то такой момент здесь и я, конечно, вам сочувствую, сочувствую тому, ну, в какой ситуации вы оказались для себя, но вот опять же не совсем понятно для чего. Ну, то есть, если вы с человеком общаетесь, допустим, вот, или с ним общаетесь, ну, именно общаетесь, просто, просто, что, зачем его обыскать, если вы с ним не общаетесь, вот, то такая ли это родственная душа, ну, на самом деле, такая ли это родственная душа вообще, вот. Потому что, ну, понятно, что если вы с человеком не общаетесь, скорее всего, ну, это, ну, не родственная душа, скорее всего, вот, скорее всего, скорее всего, это, ну, что вы знаете, как бы сказать, как бы сказать, ну, что типа сама обман, понимаете, да, вот, и вы себя обманываете, наделяя вот родственной душой как бы, как бы, феномен, который к родственной душе вообще отношения не имеет, к сожалению, к даче. Вот. То есть, ну, как бы, неприятно вам это говорить, да, но это факт. Вот. То есть, в течение, в течение психологии, в течение психологии, то, что, вот, вы называете родственной душой, да, выглядит, как, значит, перенос своих, вот, желаний, да, потребностей, вот, в сферу, вот, ну, в такую сферу внешнюю, как бы, вот. Потому что, ну, на мой взгляд, повторюсь, родственной души, как бы, ну, родственных душ не существует. первый человек вам подходит, то он, да, может быть, идеально вписывается, вписывается, как-то вот, в, ну, в вашу потребностную сферу, например, такой человек идеально вписывается в ваши потребности, допустим. Но, это не означает, что вы принимаете самого человека. Вот. То есть, вам нравится, вот, то, что он делает, вам нравится, то, как он, ну, как он себя ведет, вам нравится, вот, то, что он вам дает. не он сам, а то, что он вам дает. Вот. Это, ну, это не одно и то же, понимаете? Вот. Это совсем не одно и то же, на самом, но, ну, на самом деле. На самом деле, это совсем не одно и то же. То, что нам дает человек, и то, и то, и то, как вот мы его видим, вот. И, вот, Грубо говоря, принимаем мы его или нет, а вот это совершенно не одно и то же. К сожалению, как бы, ну, хотим мы этого или нет, но это вот так в данном случае. Поэтому это мы не имеем в виду. Ну вот, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Буду благодарен, значит, за обратную связь по нему, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.